Добро пожаловать! Это игра Medieval 2 Total War. И это глобальный мод на данную игру. Называется 3-я эра. И это глобальный мод, ну короче, делающий Medieval 2, похоже на Вослине колец, точнее это практически есть Вослине колец. Сегодня, в общем, сегодня мы разыграем битву осада Эребора. Гномы уже занят свои позиции и ждут нападения эльфов, которые хотят похитить золото, точнее не золото, а сердце горы у гномов Эребора. Но отважные гномы Эребора защитят свою гору и свои сокровища, и никому не дадут их. Смотрите какие красивые доспехи у гномов Эребора. И против них эльфы Андуина. Кто же победит в этом сражении? Эльфов больше, но у гномов защита сильней. Кто же выгодит, говорится? Кто окончательно победит в этом сражении? Это мы сейчас с вами и узнаем. А пока, делайте ваши ставки. Эльфы выдвигают таран и начинают потихонечку штурм. Основные войска отходят для перегруппировки, но часть войск направилась к воротам, чтобы уничтожить вратак, охраняющий покой море. Ой, море и нахрен. Покой Эребора. И гном, последнего великого гномового королевства. Кто в атаку отправил? Так, это мечники. Хир Элянг называется. И копейщики. Хир Эн Эч. Ну, я думаю, они все-таки смогут пробраться внутрь. Арбалетчики уже открыли огонь. Давайте пока посмотрим, пока там наши воююты, кто внутри ожидает. Блин, что ожидает эльфов внутри? Посмотрим. Для начала их встретятся лужчики, а точнее арбалетчики своим градом стрел. Здесь три отряда. Они не дадут эльфам высунуть голову. Просто так. Здесь лорд. Лорд. Тут, допустим, пускай будет Тирин. Лорд Тирин защищает эту крепость Эребор. Король Гулайн, пускай будет тут, допустим, премьера дуба. Здесь мечники Эребора. Я ему забыл доспехи, походу, дать полноценные. Здесь железная гвардия Эребора. Это уникальный юнит, только у этой фракции доступен. Ну, в принципе, идут все. И уникальные юниты практически. Кроме его полководца. Ну и вот. Короче, три линии защиты. И самое последнее будет первой стрелять. Ладно, давайте посмотрим, что у нас тут. Так, эльфы, кажется, уже прорываются. Подождите, как-то слишком тихо, по-моему, битва происходит. Надо немножко выребать звучок. Секунду. На-на-на-на, саунд, саунд. Майн 53, 50С, пускай будет. А, стойте. Геймблэд саунд. Спектс эффекции немного повыше надо. Вот. Ну, вот, вроде получше стал со звуком. Ну, вот, получше, да. Так, что-то 39. Воу-воу-воу-воу. Смотрите. А, а, а. А, всего один отряд по ним стреляет, но уже полуармии уничтожен. Точнее, полуотряда. Это хороший знак. Так, копейщиков почти не повредили. И тут еще ожидает их. Ну, не так уж с виду, не так их много, но... На самом деле была полная ветвь в войсках заполнена у эльфа. А у гномов только наполовину. Но гномов почему-то больше. Но эльфа должно быть намного сильнее, гномов. Так, сейчас шеф-эльфы начнут штурм. Пью-пью-пью. Всех мочат. Ох, зря вы не дождались основной армии. Сейчас... О, гномы уже встречают их градом стрел. Блин, прям лиц. Гномов. Редиии. Фаеееее. Пчу-пчу-пчу-пчу. Пиу-пиу-пиу. Эх, че там с эльфами? Одни рожки до ножки, наверное, от них остались. Нет, только все стреляют, причем по тому отряду, где 30 человек. У-у-у-у. Этим конец, чувакам. Подождите, стоп, нет, пауза. Сделать вот этих надо всех. Я забыл кое-что сделать. Нет, они сейчас в атаку пойдут. Твою мяу. Не надо, нет. Куда я потерялся, блин. Вот смотрите, они уже пошли в атаку. Как-то можно сделать, чтобы не удерживать позицию? Стоп. На-на-на-на-на. Где-то позицию удержать. А, вот же она. Их надо как-то обратно поставить. Пока еще не так поздно. Вот, отлично. Все, довольно-таки неплохо завершилось. Скорость ее увеличить можно? Нет, нельзя. Ну ладно, пускай так будут. Сейчас они тут сами раз... Блин, немного потеряем гномов походу мы. Ну ладно, не беда. Наши гномы сильны. Так, подкрепление идет у эльфов. А сейчас начнется самое то, самое страшное. Битва. Не на жизнь, а на смерть. Надеюсь, они как дебилы не пойдут в одну... В один центр. По бокам тоже пойдут. Иначе мои просто окружат их. И уничтожат. Блин, они реально походу дебилы. Точнее пошли так, как я... Думал, лучше бы им не идти. Но они так пошли. Ну ладно, что ж, их выбор. Сейчас мы их окружим. Все. Ай-ай. Что это такое было только, что тут улетел куда-то? Не надо летать. Не делай так, чувачок. Мистер Камера. Так, 82 глома. Главное, чтобы они продержались. А давайте пошлем мечников им на помощь. Все равно это поможет. Помощь нужна. Так. Вы готовы? Ну что ж, давайте, ребята. Вперед. Оп-оп. Че-то даже подлагивает начало. Даже с орками так не было. И вы давайте вперед. Так, Железные Гвардии. Давайте, ты вообще сюда. По фланкам совсем уже за... Ух, не зная, че они в центр все побежали. Это же глупо. Это так глупо. Оказалось, эльфы. Высшая раса. Вроде как, должны быть умнее. Но нет. Гномы их обхитрили. Это было несложно. Их бы даже орки обхитрили. Ладно, не важно. Гномы Эребора. Железная Гвардия. Что вы делаете? Я сказал вам обойти отсюда. По-быстрому. По-быстрому. Как их сделать? Ускоренную скорость. Что-то, походу, никак. О, гномы Эребора. Что ж вы тут убите? Вы повторяете за эльфами. Андуина. Андуин, тебе не победить. Мои гномы сильны. Это наша земля. Мы не остановимся ни перед чем. Лишь бы сочтить ее. Проваливайте отсюда, грязные эльфы. О, наш. Это Гимли вроде, когда я назвал. Или Глоин. Глоин точно. Царь Глоин. Король. Не король Глоин, получается. Последний король. Великий король. Гномов. Защитит эту землю. Ни перед чем. Мы не отступим. Бежать некуда. Это наша земля. И больше у нас другой нету. С одним городом живем прямо. Ходим тут, ходим. Давайте повоюем что ли. Посмотрим просто битву где-нибудь. Вот тут что, тут красиво? Эльфы дерутся с гномами. Ну альфы какие-то тупые прям вообще капец. Андуин, как ты плохо, ты их натренировал. Натренировал плохо. Эпично умер. Как и жил эпично, так и умер эпично. Так, вот тут, кажется, прорвались. Надо послать кого-нибудь. Так, это... На-на-на. Вот давай я тебя пошлю. Королей. Все равно вот те салдафоны мощные. Не умрут. И ты не умрешь, скорее всего. Тут, конечно, много. С другой стороны, может не открывать было. Тут арбаличков хорошо простреливать эту зону. Вот именно вот эту. Хотя они вдаль куда-то стоят, по-моему. Ладно, пускай бегут. Все равно вдаль куда стреляют. А там лучки, наверное, вражеские стреляют. Токи-поки. Только допёрл до меня. У меня же тоже есть лучники. Вон. Хир ебенг. Хир ебенг. Хир ебенг меня мочит. Мочит. Гномов не победить. Эльфы сдавайтесь. Вам не победить. У вас есть шанс убежать пока. Однако потом его может и не быть. Лучше беги. Блин. Дуратская песня. Сейчас в чем придумал. Чтоб на не скучать вам, тут с вами. Посмотрим на эту биту-дайк. Ээээ... Однако сейчас невозможно. Сделать это никак невозможно. Ой, блин, фантазии сейчас у меня нет. Я хочу что-нибудь спеть. Но не получается, так как фантазия сейчас не включается. Эх. Маленька, каленька, ты моя. Саду ягода. Маленькая. Блин, давай уже вою. Сколько тут померло-то? А, раз как генерала мы убили. Наши молодцы, гномики. Ух ты, подождите, мы, кажется, побеждаем. Они уже вроде как в атаку даже пошли. По центру в самом начале, конечно, все еще наши... Просто тупо держу позицию, не выпадают. Но по бокам наши в атаку перешли. И все больше и больше. Точнее, все меньше и меньше. А что снаружи сейчас происходит? Так, тут наши гномы все еще держат позицию. Это мило. Пускай они этот... Тогда отступающих будут мочить. Подождите, сейчас поставим их как-нибудь. Чтоб они во всю зону прям были. Вот так, держитесь. Я их поставил, нет интереса. Держитесь, короче. Если кто мужики отступать будет, сразу мочите их. А, по-любому кто-нибудь отступать да будет. Вон, уже вроде бегут. Не знаю, не верим. Ух, сколько тут. У нас их, по-моему, уже сейчас на равных сейчас появится. Что они, что мы, по-моему, количество юнитов в данном моменте у нас одинаковое. Ну, юнитов, войск, короче. Да. О. Че, нам какие-то стреляют, да? Молодцы. Давайте, может, немножко подальше их поставим. Это враги просто рядом. Но так как-нибудь будет нормальное бежать. Че, он нажал, идти что ли? Ну, они враги как идут, значит, бежать надо. Блин, чуваки, бегите. Вы че идете-то, а? Че бы я ни нажал, вы все равно. Вот, вроде, бегут. Ну, пару человек бегут, точно. Не уверен. Ладно, неважно. Давай, воюй. Так, у них тут паровый отрядов застыли. Гномы Эребора. Стражайтесь до конца. Сколько тут салдафонов? 104. Тут сколько салдафонов? 67. Так, это плохо. Железная гвардия где? А, это местники? Кингс Халебертс. Нет, это пакенеры. Пакенеры по таку. Почему он не взад смотрится? Тут никого нет даже. А, нет, эльфа один есть. О, давайте посмотрим, это эпичная битва. Железная гвардия против эльфа копейщика. Не просто против эльфа копейщика, а против Хиры Эн Эч. Кто же победит, Хиры Эн Эч или Железная гвардия? Воу. Один на один они дерутся, смотрите. Мне кажется, Железная гвардия победит человек Железной гвардии. Так, он пока как-то больше ударов, по-моему, наносит. А, ух ты же, блин, покраснела. Может, даже я ошибаюсь. Может, сейчас он помрет. Блин, нет, второй пришел. Э, э, пацаны, помогайте ему. Пацаны, э, вот второй подошел. Молодец. Быстрей. Я назову его Бимли. Бимли поможет. Бимли поможет нам. Бимли поможет. А, а. Давай, Бимли. Бимли. Хочи, всеркнуть. Хо-хо-хо-хо-хо. Они побежали. Тут почти никого уже не осталось из эльфа, по-моему. Почти никого. Но они, конечно, завалили тоже наши, как лично так. Вот здесь фланги. Гномов во фланг пошли, и уже гномов никого не осталось. Всех перебили. У нас жертвы практически одинаковые, только у меня меньше, конечно, все равно. Че там? Где-нибудь таблицы есть? Где этот? Сколько их там осталось? Мои сколько? Вроде нету. А нет, есть. Сколько написано? А, а. Алиэс Килиц. Моих убьют в 39%, а их 63% из общего числа. У них намного хуже показатель, потому что их больше было. Да, если бы у меня 60% было, это бы было вообще плохо. Оу-оу-оу-оу-оу. Оу-оу-оу-оу. От общего числа моих намного меньше. А, не важно. Так, все вперед. Гномы. В атаку все. Дворс. Гномы. Дворс. Атака. Дворс. Дворс. Атака. Тут у арбалетчиков есть огненный стрел? Хочу, чтобы они огненным стреляли. Нет, жалко. Ладно, они тоже неплохо стреляют. Арбалетчики. 리эра Файл! И тут эльфа, и и тут эльфа умирает Пара человек точно погибло... Я видел, собственными глазами Эх, Андуин! Зря ты напал на гномов Эрри Бора зря потерян эти эльфийские души высокомерные о чем вы думали когда пришли сюда это практически помена гномы это чё это чё такое ой ой не стреляй нет бедняжки всех расстреляли чё тут ну чтож гномы одержали верх в этой битве посмотрите сколько трупов тут и гномы и эльфы и эльфы и гномы столько много жертв и ради чего битва была проиграна эльфами возможно они теперь поверяют многие земли которые раньше могли охранять но теперь их охранять некому практически некому большая часть армии андуина погибла и теперь его королевство находится под угрозой полного разрушения но эль а гномы эребора потеряли не так много его солдат и в скором времени они отвоевали эльфийские земли андуина близ леса около их горы и так завершилась эта битва поле было усеяно трупами не было ни победивших не проигравших но в целом победили гномы эребора ведь они защитили свою землю а ведь могло все сложится совершенно совершенно иначе